Итак, всех приветствую. Ну что, до конца осталось совсем немного. Очень надеюсь, что успеем за эту серию, но если нет, то финальная будет супер короткая. Ну, поглядим. В теории около часа осталось до конца. Так, поздороваться со старыми знакомыми, прежде чем отправиться в лазарет. Ну вот, ну конечно, с кем еще-то. Мелкая вагинская дрянь. Все еще кишите, как блохи на крысе. Ах, как досадно, что тебя не было, когда мы грабили дом твоих родителей. Перед тем, как швырнуть их в дом, бро. Скажу тебе только одно. Я буду рядом, когда тебя вздернут. Дали волю эмоциям немного. Беги, заяц! Беги! Скоро мы вернемся! И вас тварей прикончим! Так, основное задание. Ага, навестить линию. Герзауэр? О! Фролейн Дана! Что вы здесь делаете? Что ж, в отличие от моих бывших коллег по экспедиции Исток, я отказался от предложения союзников. А значит, и от своей неприкосновенности. Но почему же? Ну, единственное, чем мне хотелось заниматься в жизни, так это моими антропологическими исследованиями. Но, если я что и понял в Болтояре, так то, что наука не должна служить планом той или иной сверхдержавы. Даже временно. Хватит с меня продажной науки. Так что, я предстал перед судом за то, что получал средства от коричневых теней. Вот как. Мне жаль, что так вышло с Леоном, Фролейн Дана. Знаю, вы были близки. Он постоянно говорил о вас. Мне жаль, что в последнюю нашу встречу я был с ним слишком резок. Он был славным. Я скучаю по его честности. И я скучаю. Герзауэр. Да, Фролейн. Спасибо, что передали мне письмо Леона о случившемся в Болтояре, как и обещали, несмотря ни на что. Значит, вы человек слова. Желаю вам удачи. Так, вон еще вижу, у нас тут один старый знакомый. Прощайте, Дана. Ну-ка, ну-ка. Боже мой, это ты, Дана. Гер Густав. Хочешь, чтобы работала музыкальная академия, да? Теперь тут штаб союзников. Да. Я навещал Лене. Я тоже к ней. Хотела увидеть ее перед отъездом. Как она? Выживает, полагаю. Союзники лечат ее в здешнем лазарете. Слава богу, особый уход за заслуги в сопротивлении. Впрочем, вряд ли она будет снова ходить. Мне очень жаль, что все так вышло. Я позволила Леону погибнуть и не сумела даже помочь Лене, когда ее ранили в том бою. Я понимаю тебя, милая, да. Но не вини себя. Сожаления знакомы всем. И многим сильнее. Особенно в военное время, Дана. Таков мир. Мы справляемся как можем. Если бы мы... Если бы вода снова потекла под мост, лебеди бы вернулись, и мы снова смогли бы жить вместе. Как прежде. Было бы прекрасно, будь это возможным. Олени? Я обещал заботиться о ней всю мою жизнь. Я уже терял ее. И не потеряю вновь. Я вернусь снова в лагерь и переделаю его для нее. Ясно? Хорошо. Все в порядке, Дана? Где вы были во время оккупации? Лене мне не говорила. Если хочешь знать, меня... Меня оправдал... Трибунал, Дана. Может, дело в том, что я... Я отец героини. Но с меня сняли все обвинения. О, вот как. Ясно, Гер Густав. Хорошего дня. Все-таки мы так и не узнали, чем он занимался. Ну, ладно. После освобождения, кажется, что все в ваге не ищут кого-то. Ваген освобожден. Патриоты Вагена разбили коричневых теней и водрузили флаг Астерталя над городом. Патриоты Астерталя восстали против оккупантов. Коричневых теней освободили сегодня свою столицу Ваген. Пока у города скапливалась огромная армия союзников, тысячи партизан взяли штурмом укрепления коричневых теней. Подавили сопротивление вражеского гарнизона и победоносно водрузили над городом флаг Астерталя. Последнее сообщение штаба гласило, что войска союзников после тяжелых боев с отрядами коричневых теней и коллаборационистов присоединились к вагенским патриотам на музыкальной площади в центре столицы. С необычной речью на площади среди автоматонов выступил один советский майор. Он сказал, что этот великий день освобождения был бы невозможен без усилий множества людей и труда одного советского завода в промышленном городе Комколсграде. Этот завод, расположенный в СССР, смог продолжить деятельность по добыче и переработке тяжелых металлов благодаря рабочей силе автоматонов. Майор добавил, уместным заключением является то, что создатель этого завода также создал эту музыкальную площадь, на которой сегодня мы стоим как освобожденные граждане. Его звали Ганс Форальберг. Снова про него вспоминают. Поздним вечером радиостанция Вагена подтвердила, что столица Астерталя была освобождена. А главнокомандующий кричневых теней подписал безоговорочную капитуляцию. Вагена подтвердила, что столица Астерталя была освобождена. Привет, Лени. Мне пора, Лени Каждый новый день в Вагине стал пыткой для меня после смерти Леона Не могу здесь больше оставаться И раз уж город освобождён, я... Я решила уехать в Америку Попробую начать с чистого листа Не знаю, станет ли мне лучше в Штатах, но... Там у меня будет больше шансов справиться с прошлым Я не бросаю тебя, Лени Людвиг останется, и он поможет тебе найти тело Леона И я буду писать тебе часто Я тебя не забуду Прости меня Тогда она... Она... Не узнала, что ты сделала? Точно Так она написала вам из Америки Как обещала Да, и писала ещё сорок лет Значит, она ещё жива? Точно не знаю Но это возможно Объясните мне Нет Хватит с меня объяснений Хватит самооправданий Теперь я хочу лишь одного Отдохнуть от вины и одиночества Я хочу отдохнуть Еще не поздно простить себя Я не знаю, как Даже если бы и хотела Не попробуешь, не узнаешь Спасибо, фройлейн Вы найдёте последнее письмо от Даны В моём автоматоне Там все ответы, которые вы ищете Спасибо Так-так Сгадай загадку Понятно Ну-ка Музыка такая смешная играет Так, ну выходить мы пока не будем С ней больше взаимодействовать нельзя Ну, давайте разгадывать Ой, другая музыка теперь Не подходит Кажется, я смогу изменить его форму А, нет, там другие Нужно Использовать Нет Такая конфигурация не подходит Во 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 снова ключ надо вставлять с бабочка больше нельзя взаимодействовать до не подходит нужно верно настроить ключ невозможно это все блокирует надо поймать момент видимо сейчас-всейчас невозможно да блин застряла что ж такое-то попробую по-другому так там еще стекло тут че за этим замком спрятано что-то важное застряла похоже сейчас тут нечем заняться сначала нужно позаботиться о сердце автоматона никак не сдвинуть должен быть способ как-то разблокировать его через механизм невозможно и я делаю это не так а че тут сделать то вот сердцем можно никак не сдвинуть должен быть способ как-то разблокировать его через механизм нет и мне так не кажется что ж такое это все блокирует что же с тобой сделать то можно за этим замком спрятано что-то важное застрела похоже сейчас тут нечем заняться сначала нужно позаботиться о сердце автоматона ну тут ничего не клика опа нашел так а если вставить тебя теперь ты сможешь управлять этим телом оскар давай поработаем вместе откроем замок и найдем письмо данный ухта Так, другое дело. Но еще сейчас мы со спины у него видим вот что. Такая-то странная, конечно. А, я понял, там один лепесток нужно отогнуть. Ну, допустим, давайте посмотрим, что там вообще. А как сделать, чтобы она не застревала? Так, ну тогда нагибаться пока не нужно. Ух ты. Замок. Надо сдвинуть эту маленькую подвижную часть, чтобы отпереть его. Если будет трудно, попрошу Оскара помочь. Я, кажется, понял. Нет, тебя нужно назад вернуть, не перегораживая путь, а вот тебя поднять. Супер. В теории должно сработать сейчас. Застряло. Да почему? Вот, разве так не пройдет? Тун-тун-тун-тун. Замок. Надо сдвинуть эту маленькую подвижную часть, чтобы отпереть его. Если будет трудно, попрошу Оскара помочь. Так, и какой профит с этого? Застряло. Ну, блин, я же правильно тогда, получается, вот так сделал. Эта штука должна вот так, вот так, вот так и вот так пройти. Замок. Надо сдвинуть эту маленькую подвижную часть, чтобы отпереть его. Если будет трудно, попрошу Оскара помочь. Вот, ставим ее на место. Не-а. Застряло. Ммм, понятно. То есть, когда он огибается, то тут механизм его не видно. Угу. Ну-ка, поднимись-ка на самый верх. Так, так, так. Нет, мне так не кажется. Ну, блин. Никак не сдвинуть. Должен быть способ как-то разблокировать его через механизм. Замок. Надо сдвинуть эту маленькую застряло. Так, давай руками с тобой еще подвигаем. Я не уверен, что их нужно вообще ставить вот на эти позиции. Типа вот так. Это как бы супер странно. Но поглядим... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вернись пока в позицию. Застряло. Застряла Да что ж такое-то Головоломка-то простая, ну ё-моё Ну скорее я тебя разберу нафиг, а Ой-ёй-ёй Всё По сути вот что мешает тебе Ещё раз Застряла Оскар, наклонись немного, чтобы я могла сдвинуть бегунок у тебя на спине Ну это я и так делал Всё-таки вернув то положение, в котором оно вроде хотя бы правильно выглядит Сердце большому трогать нельзя Замок Надо сдвинуть эту маленькую подвижную часть, чтобы отпереть его Если будет трудно, попрошу Оскара помочь Ну конечно застряла, она же вон на болтах прикручена Как вот их убрать Мы можем открыть спину автоматона Вдруг внутри найдётся что-то полезное Да мы это уже открывали эту спину Там ничего полезного для нас нету Застряла Да ладно Интересненько выходит Ну всё, я забрался, что-то тут от меня требуется Сейчас мы с этой стороны подъедем Так, нет, Оскар Стой, пока ты не нужен Сдвинулась Может её можно открыть Так, и его руками сейчас ещё подвигать надо будет Чтобы вот эту штуку убрать С пути Вот и всё Ой, можно повернуть рукоятку Нет, такая конфигурация не подходит Не подходит Почему? Нужно верно настроить ключ А что не подходит? У меня ж все они открыты Нет, такая конфигурация не подходит Не подходит Нужно верно настроить ключ Аааа, я понял Понял, понял Нет, такая конфигурация не подходит То есть, ну вот Один кружок и два этих Не подходит Нужно верно настроить ключ Всё? А почему не подходит? Этот замок во рту автоматона Кажется, чтобы вставить в него Мой механический ключ Мне нужно сложить все ножки А, сложить Господи Нет, такая конфигурация не подходит Письмо Весна 1983 Дана отправила это письмо Лене 20 лет назад Дана Гонгриш Манхэттен Она сменила имя Ура Двадцать первое мая Восемьдесят третьего года Милая Лене Прости, что долго тебе не писала В последнее время было нелегко Мой муж Уильям Гонгрих Умер прошлым летом Он был прекрасным спутником И надёжной опорой Но, сама знаешь У меня был и другой мир Мир прошлого Наш мир Лени Мир Леона Я выполнила все свои обязательства Но Теперь мне нужны перемены Восемьдесят первое мая 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 Идем Продолжение следует... 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 кассеты медсестра что работала в родильном отделении санатории бадена еще до войны когда я была там она наткнулась на письмо своего начальника это была странная исповедь главврача присутствовавшего при моих родах она утверждала что ребенок которого я родила 5 апреля 38 выжил что когда я впала в кому врачи воспользовались возможностью и отдали мою дочь она друзьям моих родителей цимером она жива лени ты понимаешь милая линия что после такого известия я повсюду стала искать свою дочь это оказалось нетрудно даже несмотря на то что я и сменили имя и 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 это самое и какое-то время я наблюдала за ней пока она находилась в центре внимания гостей она выглядела такой уверенной счастливой и полной жизни Она была в милой компании друзей и с пожилой парой, циммерами и её приёмными родителями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И пока я смотрела на дочь, мне вдруг стало ясно. Я вторгаюсь в жизнь Сары Уокер-Циммер. Мама? Эта девушка не была на меня похожа и ничего не вызывала во мне. Ни эмоции, ни желания подбежать и крепко её обнять. Совершенно ничего. Всё казалось бессмысленным. Я сделала то, что посчитала нужным. Представила всю её возможную жизнь и убедилась, что жалеть не о чем. Так, поразмышлять о прошлом, ну-ка. Ну, в общем, это дом, где Кейт росла полностью. Его копия. Так что тут всё логично. Ну, собственно, это он и есть копия. Хм. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Призрак, Дана. Вот ты кто. Прекрати преследовать их и уходи. То есть подниматься туда не будешь прям вообще никогда. Так, ну давайте еще сюда заглянем. Нет, здесь ничего поклацать нельзя. Так что уходим. Шесть простых нот, чистых, хрустальных, разбили мое сердце невыносимой болью. И я поднималась по лестнице, как автоматон, ведомый музыкой вагенского гимна. Той музыкой, что я так гордо играла на главной площади вагена и больше не играла никогда. В детской комнате я увидела девочку, которая училась играть. Звучит музыка. Она занималась очень прилежно и, казалось, совсем не удивилась, увидев меня. Видно, приняла меня за очередную гостью, заблудившуюся по пути в ванную. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. КОНЕЦ Мы почти не говорили. Я просто показала ей, как играть. Руки должны скользить по клавишам, словно лебеди по озеру. Так говорили наши учителя Вагинской академии. КОНЕЦ Я выбежала из дома, не оглядываясь. А через пару дней уехала из США в то единственное место, что было для меня важным. Прощай, Ленни. Дана. Что ж, мне никогда не понять человеческих эмоций. Мне казалось, ты наконец-то обрадуешься, получив доказательство, что Дана Роуз твоя родственница. Я полностью забыла о странной старушке, что помогла мне сыграть на дне рождения мамы. Она моя бабушка. И что мы будем делать дальше? Не знаю, Оскар. Я не знаю. Мне стоило бы радоваться, что приключение окончено. Я обрела свободу, сдержала обещания Катюши. И обнаружила захватывающую правду о мамином прошлом, что держалась в тайне. Но это не изменило то, что я чувствую себя виноватой в смерти мамы. И не заполнило пустоту в душе. Может, познакомиться с Даной лично? Но это невозможно. Последний оставленный Даной след – это письмо. А ему... ему уже 20 лет. И к тому же... Дана намекает, что уехала в неизвестном направлении. Словно в убежище. Ждать конца жизни, в которой для нее не осталось смысла. Она может быть где угодно. Если она вообще еще жива, это как искать иголку в стоге сена. Поэтому не знаю, Оскар. Я правда теперь не знаю. Это неизвестный дом. Да. Это неизвестный дом. Оскар. Да. Это неизвестный дом. Это неизвестный дом. Продолжение следует... ...образумиться и вернуться в Нью-Йорк. Конец всегда настаёт, Оскар. Верно? Продолжение следует... Как я смогу попасть в международный аэропорт Вагена, а оттуда обратно в Нью-Йорк? Я должна найти телефон и позвонить Оливии, прежде чем сяду в шаттл. В Нью-Йорке меня ждут неприятности, и мне понадобится любая помощь. Ну, что ж, на этом мне уже, к сожалению, нужно закончить. Жаль, что не успели доиграть, но тут прям, я думаю, совсем немного осталось, и пусть это уже будет тогда следующая серия, как раз финал. На этом закончим. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!